Василий Акимов, друзья мои, какие бурные продолжительные рейсменты. Вася, у меня к тебе есть одно «но» интересное по поводу... Как ты думаешь, что для рокера самое главное? Ну, вот берём сейчас рок. Самый главный, ну, может быть, из атрибутики. Есть какие-то вещи, которые у рокера самые главные? Ну, вот, для него. А ты знаешь, я думаю, это состояние души. Только. То есть в рок нельзя играть. Он в тебе или есть, или его нет. Вы слышите, друзья мои? Вот, имейте в виду. Но я думаю так, что если ты владеешь этим искусством, если ты владеешь этим искусством, то ты можешь потом петь всё. Ты можешь петь романсы, ты можешь петь даже попсу, неважно, там, фолк. То есть у тебя появляется... Джаз. Ну, для джаза, конечно, немножко отдельная история. Но вот для фолка, для эстрады, конечно, роковая подготовка, она вообще даёт такой запас прочности. Ты же помнишь, когда мы частенько, ну, раньше встречались, ты помнишь, что график именно, я же сейчас работаю редко в группе, она есть, но она сейчас, мы сейчас пока в репетиционном периоде. А когда идут гастроли, то килограмм 5-7 слетает моментально. Потому что за концерт пару килограмм, ну и потом... Остаться. Некогда. То есть это поезд и самолёт не самый лучший, да? Гостиница тоже не самая лучшая. Да нет, но это неважно сейчас, потому что... Сейчас нет. Нет, сейчас уже этот момент уже давно нормализовался. То есть гостиница, самолёт — это нормально сейчас уже всё. Сама работа на сцене из тебя вытаскивает очень много энергии. А вот человек, например, с короткими волосами мог играть рок в 80-е? Конечно, он даже без волос мог играть рок. И мы услышали небольшой смех по этому поводу. Ну, вот так вот. Ну, история показывает нам, что... Волосы не главное у рокера. Ну да, я же сказал тебе, состояние души. Всё, это очень понятно. И я хотел бы тебя попросить рассказать с кондачка так быстренько о такой какой-нибудь анекдоте кроковой. Есть какой-нибудь? Или любой другой. Давай, который я недавно просто узнал, чтобы долго... Есть один музыкальный, ну... Который вот совершенно свеженький, недавно я узнал. На физмате идёт контрольная, первый курс. Профессор подходит к студенту и скажет, ну что, решил? Тут, ага, решил, иду в армию. Решил, да, решил, иду в армию. Ну, есть анекдот такой, более скабризный, ну, именно музыкальный. Скабризный ты так ударение умышленно перестал? Ну, я просто вспомнил. А. Ну, и музыканты, неважно, кто рассказывает. Если рассказывает барабанщик, он прикалывает, там, допустим, басиста. Басист обычно барабанщика. Почему-то все вместе прикалывают духовиков. Ну, в общем, если так коротко сказать, самый короткий музыкальный анекдот. Это проститутка вышла замуж за духовика и за неделю скатилась до его уровня. Ну что, песню засадим? Я недаром тебе сказал про романс, потому что у меня романс такой есть, который называется «Нелюбимая». Эту песню мне подарили мои друзья из Ангарска, от города, откуда я родом. Это мой друг Олег Дмитриев, композитор. Ну, он не композитор, он бизнесмен сейчас. В смысле, он композитор, но бизнесмен. Бизнесмен продает песни. Его дядька Валера, который живет в городе Нерингри. Ты знаешь, такой в Якутии. Передать привет, мы им потом это все покажем. Ну, я им скажу, кстати, об этом. Интернет придет в Ангарск или он пришел уже? Я знаю, что идет, точно идет. Тогда точно шел, но сейчас, наверное, уже дошел. Дошел, да? Да, наверное. Короче, вот дядька Валера работает в Нерингри, сковаторщиком. То есть я на кране работать могу, я на кране работать хочу. Буду кран открывать-закрывать, на базаре вином торговать. Ну, он такой юморной, но вот сам послушай, сейчас вот услышишь романтик. И я уверен, он тебе в душу западет. И не тебе и одному. Спасибо. Ну что, дорогие чешеграальцы, аплодисменты. Василий Акимов для вас сегодня. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Белым снегом замело Первый поводок Я с другою за столом Это правда ли? Я с другою за столом Судьбы разные Мы похожи, мы одно Горе празднуем Мы похожие в одном Оба брошены Бессердечия серпом В жатву скошены Бессердечия серпом Без различия Может легче нам одно Горе вычерпать Нелюбимая моя Нелюдимая Полюби, прошу тебя Полюби меня Нелюбимого меня Полюби, прошу тебя Полюби меня Может легче нам с тобою Жить с неправдаю Если снегом замело Первый поводок Если снегом замело Чувства жаркие Может будет весело Нам зачаркаю Нелюбимая моя Нелюбимая 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 Полюби, прошу тебя Полюби меня Нелюбимого меня Нелюбимого Полюби, прошу тебя Полюби меня Нелюбимая моя Нелюбимая Нелюбимая Полюби, прошу тебя, полюби меня Нелюбимого меня, нелюдимого Полюби, прошу тебя, полюби меня Василий Акимов, брат, друзья мои, вот настоящие... Спасибо